всем привет в этом видео я бы хотел показать вам один очень важный момент который нужно сделать после покупки бэушного лодочного мотора причем неважно это будет японский мотор или китайский мотор и неважно какой мощности о чем именно пойдет речь вы узнаете дальше а пока я расскажу предысторию нам привезли вот такой прекрасный лодочный мотор tahatsu 9.8 но называется он mercury 9.8 тот же самый мотор с завода tahatsu на шильдике мы можем посмотреть mercury 9.8 2005 года цифра 05 и на втором японском шильдике мы видим цифру 17 это означает 2005 год владелец его только что приобрел и сразу же привез к нам на проверку чтобы мы его посмотрели определили не китайский ли он мотор купил потому что часто можно найти китайский мотор под видом японца тут еще тем более черный цвет это оригинальный цвет моторов mercury но китайцы тоже в черном цвете продаются и очень сложно отличить неопытным взглядом что перед ним не полиц или китаец в нашем случае это полностью японский мотор ничего здесь китайского нету для начала мы запустили его послушали работает он очень хорошо никаких посторонних шумов у него нет далее мы проверили компрессию здесь нарисована компрессия по 8 килограмм но когда мы проверяли компрессию оказалось 9 килограмм это очень хорошо компрессия должна быть ровная и одинаковая разница не более одного килограмма в редукторе нет эмульсии чистое масло также мы смотрим на состояние грибного вала чтобы он был ровный местами есть окисление это нормальное явление для лодочного мотора который работал в морской воде но главное не внешний вид а техническое состояние потому что если мотор 2005 года это не значит что он 2005 года по сегодняшний день работал и вырабатывал свой ресурс и так запускаем мотор как будто нам его только что привезли и мы его проверяем сразу же после запуска пошла контроль к а а за контроль к и пошел фонтан это вода это слив после открытия термостата и в нашем случае либо термостата здесь нет либо он заклинил в открытом положении я думаю что он заклинил потому что никаких следов вскрытия здесь не видно и владелец наш подписчик сразу же поинтересовался по поводу этой воды это очень хорошо что он смотрит наш канал и разбирается как работает циркуляция на этом лодочном моторе в общем даем мотору чуть-чуть прогреться мотор работает нормально немного потряхивает можно чуть-чуть сбавить обороты это мелочи ну а так мотор работает очень хорошо но мы не будем ждать пока он прогреется потому что он не прогреется здесь он холодный в районе крышки выхлопа а в районе головки блока цилиндров где-то около 50 градусов не более то есть охлаждение у него работает очень хорошо он прям холодный ну потому что у него циркуляция идет без термостата отлично работает вода идет все замечательно но мы будем смотреть состояние водяной помпы несмотря на то что работает охлаждение и мотор холодный мы будем смотреть проверяем работу чеки безопасности как работает кнопка стоп все отлично работает но даже если бы кнопка не работала она меняется элементарно если вы хотите приобрести автомобиль для выезда на рыбалку или просто надежный авто для семьи в этом вам поможет компания альфа кар они занимаются привозом авто с аукционов японии китая и кореи компания работает прозрачно и честно доставят авто в любой регион россии реальные живые видео отзывы вы можете посмотреть на их youtube канале а также подписаться на телеграм-канал для заказа авто переходите на их сайт или звоните по указанным номерам все ссылки в описании к этому видео чтобы снять редуктор с этого лодочного мотора необходимо снять сначала штифт на тяги переключения передач на китайских моторах эти штифты бывает очень хорошо закисают что приходится их высверливать а затем откручиваем четыре болта крепления редуктора в нашем случае редуктор держится на двух болтах потому что редуктор мы уже снимали помпу смотрели но решили поставить обратно для того чтобы показать все как есть после снятия редуктора откручиваем четыре болта крепления водяной помпы и снимаем корпус помпы смотрим на состояние крыльчатки с виду на первый взгляд все отлично но вот если мы посмотрим на состояние стакана и корпуса то мы видим здесь что канал наполовину закрыт оплавленным пластиком мы увидим что крыльчатка немного потертая в принципе это особо может и не влияет на работу а потерта крыльчатка из-за того что эта пластина кривая здесь бугорок то есть пластину выгнула и начал оттереть крыльчатку просто нужно это все почистить и установить сюда новый ремкомплект помпы со всеми прокладками с новой крыльчаткой а также с корпусом помпы которая не входит в ремкомплект но его нужно менять потому что если здесь просто заменить стакан новый стакан сюда станет криво даже если мы почистим все оплавления новый стакан станет криво и это вызовет большие проблемы с охлаждением возникает тогда вопрос а как же вообще в таком состоянии могло работать охлаждение а дело здесь вот в чем охлаждение работает до тех пор пока помпа находится полностью в воде то есть когда мотор неподвижен как только мы начнем двигаться или выйдем режим глиссирования то 90 процентов что охлаждение будет пропадать из-за того что помпа в таком плохом состоянии она начнет завоздушиваться плохо качать воду далее мотор просто перегреется прогорит прокладка и в общем вызовет серьезные проблемы с поршневой и дорогой ремонт почистили поверхность от старой прокладки и как раз в том месте где была выдавлена пластина помпы коррозия поела алюминий и получилась вот такая яма но в нашем случае на работу это никак не влияет устанавливаем новый стакан в новый корпус и стакан на этом лодочном моторе должен чуть-чуть выступать для того чтобы сюда можно было установить прокладку новые прокладки из ремкомплекта ставим тоже некоторые беспокоит такой момент что крыльчатка при установке на вал вот так гуляет из стороны в сторону как бы люфт есть такой это нормальное явление ничего там страшного нет когда крыльчатка будет работать она упрется в одну сторону и и уже гулять не будет проверяем как работает помпа зажимаем редуктор дрель опускаем емкость с водой крутим и поднимаем до тех пор пока не произойдет завоздушивание через водозаборные решетки затем медленно опускаем и помпа должна закачать воду она у нас работает значит можно ставить редуктор поставили редуктор и контрольный запуск вода идет так же как и до ремонта но зато теперь мы гарантированно знаем что помпа работает нормально на этом все всем пока